Мы находимся на стадионе «Волга». Мне дали подержать даже перчатки и клюшку. Кстати, достаточно тяжелая вещь. Настроение отличное, уже зрители понемножечку собираются. Так, сегодня мы присутствуем на открытии чемпионата по хоккею. Организаторами турнира выступили МБУ спортивной школы в обеды и отдел физической культуры и спорта администрации «Ахтубинский район». Мы очень счастливы, что впервые зима нам так подфартила, что мы проводим эту игру, потому что в том году у нас не было возможности, Благодаря тому, что городская администрация поставила на стадионе «Волга» коробку, у нас появилась такая возможность, как провести хоккейный турнир. Он изначально планировался как просто маленький городской, но подумав, пообщавшись с любителями хоккея, с местными, мы решили, что мы его расширим. Побороться за кубок «Ахтубы» по хоккейу с шайбой встретились сборная команда «Авиатор», в составе которой были игроки из Ахтубинска и Знаменска, и команда из Ленинска. Радость от предвкушения предстоящей игры и встречи с давними друзьями переполняла каждого. Пусть победит сильнейший, но главное – участие, хорошее настроение. Настроение боевое, настроенное на игру. Встретили старых друзей, с которыми раньше. Мы давно уже, первый раз, когда встречать, первая встреча у нас была между Копиаром и Ахтубинском. Мы прекрасно подружились, ездим сейчас вместе в вузки, играем. Ребята пригласили. С удовольствием с вами откроем эту новую вашу коробочку. И с удовольствием будем приезжать, если будете приглашать. Главное не победа, поучаствовать, просто поиграть хочется. У нас сейчас зима в последнее время стали такими короткими, что каток практически не функционирует. Тяжело. Поэтому мы рады даже малейшей игре. Игроки с нетерпением жаждали выйти на лед. Но для начала необходимо было завершить процесс сложной экипировки весом около пяти килограмм. Вот вообще такое интересное обмундирование у вас. Это что вообще? Ну куда? Покажите пальцем и скажу. Вот это? Вот все. Они как футбольные, только длинные. Есть разные. Есть как штаны вот сюда с лямками. У меня вот такие, например, короткие, чтобы не мучиться с лямками. А это тоже, значит, поясница? Это поясница, ребра, да, нижнюю часть ребер, поясница. А вы вообще в этом все можете еще и концентрироваться, играть? Ну не знаю, уже привыкли как-то к этому. Привыкать ко всему надо. Хоккейный матч проходил в дружественной атмосфере. Игра была захватывающей. Победу одержала хоккейная команда из города Ленинска со счетом 9-7. После игры хоккеистам вручили грамоты и медали. Но для игроков осталась все-таки главным радость от участия в долгожданном турнире. Редкая возможность посмотреть хоккей также радовала зрителей, пришедших на турнир. Многие из них увидели подобное соревнование вживую впервые. Сегодня выходной день, хорошая погода, которая благоприятствует прийти. Сегодня на каток посмотреть. Я смотрю, многие с детворой пришли. Очень даже удобное, хорошее мероприятие. Все-таки детей нужно приучать к спорту. Классно. Мы первый раз видим, как играют в настоящий хоккей. Первый раз у нас проводится такое мероприятие. Очень интересно даже стало прийти, посмотреть. Вживую никогда не видели мы просто такие вещи. Ну, хотелось бы, чтобы чаще такие проходили мероприятия. Проводить данные соревнования планируется ежегодно при наличии необходимых погодных условий. В планах также усовершенствовать ледовое покрытие. Мы очень долго этого ждали. И я очень рад, что это состоялось. Возможно, что-то не доработано. Обязательно. Я уже даже знаю, что мы в следующий раз доработаем. И приятно, что к нам приехали гости. И я думаю, что мы будем делать все, чтобы у нас в дальнейшем был минимум хотя бы синтетический лед. Ну, это как холодильное оборудование, такие маты, которые будут работать и будет наращиваться лед. Соответственно, для этого надо будет приобретать технику, которая будет его в дальнейшем чистить и шлифовать. Анна Фадина, Анатолий Каленкин, Татьяна Дубинина, Ахтубинск ТВ.